Фестиваль «Волшебство звука» проводится второй год подряд, но на территории нашей республики впервые. Члены жюри, именитые музыканты, покорившие мировые сцены, посетят более 150 городов и населенных пунктов России, чтобы прослушать ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Председателем жюри на конкурсе был назначен российский музыкант-кларнетист и заслуженный артист Республики Башкортостан Артур Назиолин. Я хочу пожелать всем вам вдохновения, я имею в виду наших исполнителей, вдохновения. Я хочу вам, как артист, пожелать внутреннего спокойствия, чтобы вы чувствовали себя уверенно и достойно несли имя своей профессии и представляли достойно свой замечательный город Кумертал. Конкурсанты соревновались в нескольких номинациях. Духовые инструменты, фортепиано, народные инструменты, вокал и инструментальный ансамбль. 17 учащихся и 3 инструментальных ансамбля из музыкальных школ Кумертал и района приняли участие в прослушивании. Наши ребята сумели показать достойный уровень исполнения не только классических произведений, но и современных композиций. Ученики Кумертаусской музыкальной школы нередко принимают участие в различных городских и республиканских конкурсах, занимая призовые места. На конкурсе в рамках фестиваля «Волшебство звука» своим выступлением порадовали инструментальные ансамбли гитаристов, флейтистов, скрипачей и пианистов. С детства было, то есть в садике, когда был какой-нибудь, то сразу охота была, чтобы была игра на пианино, то есть сразу охота была нажать на эти клавиши, попробовать, и меня мама записала. Музыка дает духовную нравность, это зависит от какой мелодии ты играешь и как ты играешь. Надо вложить эмоции по игре фортепиано. Притом у нас должно быть мягкое вступление по сонате. Мы его несколько раз и проучивали, и играли, и заучивали. Организаторы конкурса своей задачей видели поиск талантливых ребят не только в крупных мегаполисах, но и в малых городах страны, так как не каждый ребенок имеет возможность приехать в столицу своего региона и прослушаться у знаменитых музыкантов. Данила Габасов, ставший участником конкурса, занимается вокалом 6 лет. Несмотря на все музыкальные достижения, талантливое дарование мечтает об ином будущем. Я стипендиат главы республики, стипендиат главы администрации, ну и в школе тоже хорошо учусь. Если честно, даже с музыкой и будущую профессию не хочу связать, а хочу быть летчиком в будущем. Жюри конкурса отметила, что несмотря на волнение и немалую ответственность, конкурсанты сумели показать достойный уровень исполнения. Страшно, если сосредоточиться на одном, то, что если будет первое место, то мне и так страшно. А есть какая-то мечта? Есть мечта стать певицей. Ну, чтоб весь мир знал. Был легкий манраж, конечно же, перед выступлением, но потом, не знаю, как-то ушла, что ли, в песню. Был с вами выступление в общем доволен? Наверное, все-таки да, больше доволен. Были, конечно, какие-то недостатки, но их можно же, конечно, устранить потом в дальнейшем. По мнению руководителя юных музыкантов, основная цель преподавателя – сделать детство ребенка более красочным, наполненным, чтобы хороших воспоминаний о годах учебы у детей было достаточно. Несмотря на общее мнение о том, что победа не главное, на конкурсе учителя переживали за выступление воспитанников больше, чем они сами. Я довольна выступлением своих учащихся, больше я недовольна с собой, потому что уже второй год отдуваясь за нашего концертмейстера, который находится в декретном отпуске, поэтому приходится и быть преподавателем по вокалу, и приезжать еще и аккомпанировать. Если бы я стояла за кулисами, только переживала, наверное, было бы как-то полегче, а тут еще ответственность, чтобы не подвести ребенка. В завершении прослушивания состоялась церемония награждения всех конкурсантов дипломами участника фестиваля. Организаторы поблагодарили представителей отдела культуры и всех, кто принимал участие в мероприятии. А после члены жюри, именитые музыканты, приготовили сюрприз для юных дарований и гостей конкурса – инструментальный концерт. Артур Назиолин, председатель жюри, отметил важность и необходимость проведения подобных конкурсов как стимулы для развития творческих личностей среди молодого поколения. Я не ожидал такого уровня. Очень-очень талантливые и перспективные номера мы услышали сегодня. Я думаю, что Кумертау займет крепкую позицию в нашей ленте лауреатов. Поэтому посмотрим, что будет в других городах, конечно, Кумертау. Третий город нашего тура, еще есть восемь городов, поэтому работа предстоит большая. Но я думаю, что все будет хорошо, потому что этот город тоже дорог мне, мой дедушка из этого города. 3 ноября будут определены победители прослушивания. Лауреаты конкурса станут стипендиатами благотворительного фонда Спивакова, а в дальнейшем смогут принять участие в музыкальных проектах фонда и концертах, которые пройдут в Московском международном доме музыки.